Фестиваль Манны Фестиваль Манны Фестиваль Манны Жители Содома приняли их за людей, однако это были ангелы. Мы видим приход ангелов к людям в Ветхом Завете. Они выглядели как люди. Ангельское посещение может происходить и в наши дни. Видя нищих людей, мой отец помогал им всегда. Он давал им денег. Я спросил его папу, почему ты всегда помогаешь нищим? Возможно, перед тобой предстанет ангел. Когда в Ветхом Завете ангелы приходили к людям, то это происходило по-разному. Они приходили во сне или в видении. Например, время от времени они принимали вид людей. Читая о видениях Даниила, мы видим несколько таких случаев. В двух главах его пророческой книги мы видим, как к нему пришел архангел Гавриил. Он дал ему пророческие сведения и видение будущего. Архангел Гавриил объяснил Даниилу значение того, что он увидел в видениях и сновидениях. Гавриил объяснил ему смысл тех откровений. Вдобавок мы видим в Новом Завете посещение Марии Гавриилом. Он пришел к отцу Иоанна Крестителя Захария. Он сказал им обоим о рождении сыновей. Одного назовут Иоанном, а другого Иисусом. Иоанн придет в духе и силе Ильи. И Иисуса назовут Божьим Сыном. Итак, все это явление ангелов во времена Святых Писаний. Вы знаете, несколько лет назад произошло то, о чем я расскажу вам сейчас. Это просто потрясающая история. Итак, я начну рассказ. Несколько лет назад мы побывали на западе Флориды. Мы с женой стояли на берегу в прекрасном местечке. Итак, наш знакомый пастор, Роберт Кэмберлин, пригласил нас в штат Флорида проповедовать в церкви Бога. Его супруга была знакома с одним выдающимся исцеляющим благовестником из США. Какое-то время она состояла в его служении. Я попросил ее рассказать о чудесах, которые произошли тогда, во время молитв и богослужений того брата. Что впечатлило тебя больше всего? Она посмотрела на мужа, а муж на нее. Он сказал, я расскажу вам о том, что произошло. Это одна из самых потрясающих историй. В тот момент я превратился в слух. 35 лет назад церковь Бога призвала Кэмберлина вместе с его супругой ехать в Южную Дакоту и стать пастором общины в одном из городов штата. Из этой церкви вышли многие видные духовные лидеры. Приехав, они познакомились с Валли Бишопом. Валли сказал ему, «В нашей церкви есть одна замечательная сестра по имени Лис Броквелл. Она живет в 65 километрах отсюда. Она просит вас навестить ее». Пастор запланировал собрание. Он подумал, мы немного пообщаемся с ней и уедем. Она готовила ужин для них и уговорила остаться. Она хотела рассказать им одну историю. Супружеская пара осталась у Лис, и она поведала им рассказ о своем муже Адаме и двух дочерях. Событие произошло в разгар Великой Депрессии. Послушайте историю внимательно. Я расскажу ее вкратцем и дам вам шесть слов, изменивших мою судьбу. Эти слова сказал ей ангел. Итак, сестра Лис рассказывала о событии конца 20-х годов минувшего столетия. «Знаете ли вы, что такое пыльный котел? Дело в том, что на Среднем Западе, США, началась засуха. Урожай был ужасным, дули ветра, почву покрыла пыль. Это было очень, очень сложное время. Великая депрессия добавила проблем. У них была крупная ферма, и у Адама начался туберкулез. Тогда им болели многие. Он находился в больнице в одном из городов Южной Дакоты. Когда беда пришла, он был там. Итак, супруг сестры Лис был в больнице Южной Дакоты. Адам просто-напросто умирал. Она работала, чтобы прокормить дочек и помочь им. Ферма не давала урожая. У них была корова. К несчастью, корову угораздило пораниться о забор. У нее началось заражение, и с тела выпадали личинки. Они знали. Да, их корова давала молоко. Но корову придется зарезать. Что же произошло? Доктор позвонил Лис и попросил ее привезти в больницу костюм для ее супруга, умирающего от туберкулеза. Сестра Лис подошла к багажнику и достала оттуда костюм. После этого сестра Лис повесила костюм на веревку, взяла палку и принялась выбивать пыль из костюма. Так она готовила костюм, чтобы отвезти его в больницу к своему супругу. Костюм, разумеется, предназначался для похорон Адама. Это было очень непростое время. Лис сказала пастору, «Я посмотрела вдаль и увидела, как надвигается вихрь. Это обычное явление для ферм той части страны. Они назвали его «ветром дьявола», потому что иногда он поднимал пыль с земли, и пыль опускалась везде. Она увидела его и сказала, «Вот я, господь, у моего мужа туберкулез. Корова умирает. Теперь этот вихрь надвигается, а мне надо чистить костюм, пожалуйста, помоги мне». Она взывала к Богу, и вдруг ветер перестал дуться. В вихре стоял человек. Это был ангел, принявший облик человека. Когда ангел появился перед ней, она сильно испугалась. Ангел заговорил с ней. Ангел сказал, «Лис, твой муж Адам не умрет. Он вернется домой с целенным. Ты родишь третью дочь». Муж доживет до глубокой старости и увидит много потомков. Потом ангел сказал, «Я дам тебе знак, как доказательство того, что это сбудется. Корова встанет, она вернется в коровник. Она будет жить». Корова лежала, потому что у нее не было сил встать. Из отверстий на теле коровы выпадали личинки. Сестра Лис ответила ангелу Господа следующим образом, «Если это произойдет, то я продам корову и отдам деньги мировым миссиям». Миссии — это большие проекты. Миссионеры нуждались в деньгах. Потом она продала корову и отдала деньги миссиям. Ее ответ очень удивил ангела. Тогда ангел сказал ей шесть слов. Итак, тот ангел Семогущего Господа сказал, «Алис, в плане Бога, нет никаких «если». Когда брат Кэмберлин рассказал мне эту историю, у меня мурашки пошли по коже. Я выпрыгнул из кресла и крикнул, «Повтори это». Ангел Всемогущего Господа сказал, он посмотрел на нее внимательно, это было величие, поднял палец, у него был такой вид, и он сказал, «Алис, в плане Бога, нет никаких «если». Через минуту мы поговорим об условиях, которые мы ставим Богу, которые задерживают ответы на молитвы от Него. Чем закончилась история? К ней пришел деверь с ружьем, чтобы убить корову. Когда он пришел, то корова еще лежала после ухода ангела. И корова вскочила. После этого корова вошла в коровник сама. Позднее пришел отец, Лис. Когда он увидел, как корова ходит и ест сена, то он закричал, «Вот это да! Бог сотворил чудо! Бог сотворил чудо!» У него был очень сильный акцент. Бог, конечно же, исцелил корову, а что же стало с мужем? Она приехала в больницу, не взяв костюм. Лис сказал врачу, «Костюм не нужен! Бог прислал мне ангела и сказал об исцелении мужа». Врач упрекнул ее в фанатизме. Две недели спустя Адам уехал из больницы полностью исцеленным. Ирония в том, что он пережил своего доктора, у них родилась третья дочка, а остальное — это уже история. Бог явился им сверхъестественно и сделал так, как сказал ангел. Я верю, что это слово прозвучало не только для лис. Я верю, что слова в плане Бога нет никаких, если относятся к вам. Несколько лет назад я рассказывал об этом почти везде, куда мы заезжали. Божий Дух дал мне понять, что мне нужно напоминать людям о том, что в плане Бога нет никаких, если. Я перечислю ряд стихов, чтобы вам было понятнее. Это 88-й псалом. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Число 23-я глава. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. «Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» И вот еще один стих, это 2-е послание Коринфянам, 1-я глава, 20-й стих. «Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь, во славу Божию через нас». Это имеет отношение к вам. Слово «если» — это короткое слово, но оно создает препятствия на пути вашего духовного прогресса. На пути веры и на пути ответов на молитвы. Лис сказала ангелу, «Если это произойдет, но Бог уже дал ей слово». Бог открыл ей свою волю. Слово «если» ставит под вопрос исполнение воли Бога. Существует три варианта «если». «Есть» — «если» Бога, «Есть» — «если» от людей и от сатаны. А в Божьем плане нет «если». Вы правы. Обещание Бога — это «да» и «аминь». Я объясню вам Божие «если». «Если» — это «союз». Его употребляют в значении. «Если» на это есть воля Бога. Оно соединяет слава. А вот определение слова. Оно имеет отношение к событиям и к условиям. Итак, что-то исполнится при определенных условиях. «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего. Вот тогда я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Если праведные действуют, то Бог ответит, где условие в стихе «О чем не попросите Отца во имя Мое» даст вам, попросите это условие. В Царстве Бога события не происходят случайно. Они происходят так, как мы просим. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Позвольте спросить, сколько раз вы говорили «Если». Если это случится, то я сделаю вот то. Если Бог придет, то все изменится. Что мы делаем вместо того, чтобы использовать откровения и обещания Господа Бога, данные нам в Писании? Когда мы говорим Богу «Если», мы ставим обещания Бога под сомнение. Вместо того, чтобы применять их, запомните эту ошибку. Что такое «Если от сатаны»? Искушения Иисуса описаны в 4 главе Евангелия от Матфея и у Луки также. Падший ангел сатана – это искуситель. Он пришел ко Христу и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Однажды мне довелось прослушать лекцию Линдси о союзе «Если» и о том, как в древнегреческом языке применялся союз «Если». Сатана говорил Христу, «Если ты Сын Божий, то сделай это. Если ты Сын Божий, то поклонись мне. Бросься вниз с вершины храма, и ангелы сохранят себя». Это «Если» означало. «Возможно, ты Сын Бога, а возможно и нет». Или «Может быть, ты Божий Сын, а может быть, и нет». Или «Такое вероятно, но я так не считаю». Или «Иисус, я знаю, что ты Сын Божий». Слово «Если» имеет четыре значения. Искушая Иисуса в пустыне, сатана знал, кто такой Иисус. Он знал, что Он Сын, однако Он ставил под сомнение отношения Господа Иисуса Христа с Отцом и Его идентичность как единородного Божьего Сына. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Сына единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Как определиться, когда мысль «Если» приходит от сатаны? Он выпускает дротики в ваш ум, чтобы создать вам препятствие. Если Бог любил бы тебя, то этого не случилось бы. Если Бог заботлив, то почему Он не отвечает на молитву? Как распознать, когда мысли с союзом «Если» идут от дьявола? Он сотворенное существо. Сатана — это духовное существо, но он ограничен и не вездесущ. Когда я говорю «Сатана», то я говорю о правителе темного царства или о силе тьмы. Святой апостол Павел называет эти мысли «раскаленными стрелами лукавого». Они проникают в ум. Когда эти идеи приходят к вам, то помните, что в Божьем плане нет никаких «Если». Моисей написал «Бог ли скажет и не сделает, будет говорить о неисполненном». Сатана создает нам проблемы. Он хочет, чтобы вы не верили в желание или способность всемогущего Бога сделать что-либо. Дело в том, что в Эдемском саду первым оружием сатаны или змея против Евы был вопрос. «Почему бы тебе не попробовать с этого дерева?» И сказал змей жене, «Разве Бог не сказал вам «не есть с дерева?» Вы вкусите их, ваши глаза откроются, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Что сделал змей в третьей главе бытия? Дьявол норовил оболестить Еву и обмануть ее. Он пытался сделать это, чтобы она стала считать Бога обманщиком. Бог сказал, «В день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь». Сатана сказал, «Вы не умрете. Вы достигнете просветления и мудрости». Таким образом, первая ложь и обольщение были нацелены против Божьего Слова. Бывают случаи, когда вы читаете Писание. Вы видите простой смысл Писания, где утверждается о том, что Бог действительно спасает и крестит в Духе. Вы читаете все это и доходите до обещания Бога, но в вашем разуме возникает слово «Если», рождающее сомнение. Если вы начинаете колебаться и сомневаться в том, что Бог сказал в Библии, то вам нужно немедленно отвергнуть эти мысли. Что такое сомнение от людей? Сатана придет к вам с вопросом и попробует посеять в вас сомнения насчет обещаний Бога. Я скажу об этом так. Когда сомнения приходят от людей, то нередко дьявол пытается подорвать вашу веру в волю Бога или в то, что он желает сделать нечто. Я служу Господу почти 50 лет. За эти 45 лет я послужил многим тысячам людей. Также я послужил десяткам миллионам людей через телеэкран. Я заметил кое-что в служениях по местных церквей, которые я люблю и часто служу там. Некоторые верующие в Иисуса делают то, о чем я расскажу вам сейчас. Я спрашиваю, вы верите, что Бог ответит вам? Да, я верю в это. Вы верите, что Бог даст ответ на молитву? Сто процентов. Потом мы молимся. Что такое оживление от Святого Духа? Если вы никогда не испытывали этого, то люди описывают это как электрический разряд, проходящий сквозь тело. Переживая Божью славу, христиане прежних поколений вскрикивали. Это оживление от Святого Духа. Дух освежал их, и они радовались. После молитвы они просили, продолжай молиться за меня, чтобы Бог коснулся меня. Мне было грустно, но я не подавал виду. Ведь ко мне подходили люди, которые утверждали, что они верят в то, что они получат просимое. Им нужно было хвалить Господа Бога и благодарить Ему. У них была уверенность в том, что Бог услышал их, но они скатывались в трясину сомнения. Наверное, Бог поможет мне. Слушайте внимательно. Сомнения создают препоны на вашем пути. Я расскажу вам одну историю во время следующих выпусках фестиваля Манны. Эта история изменила меня. Бог сказал мне то, что поможет вам. Бог попросил меня перестать говорить «если». «Если Бог поможет нам, то мы сделаем это». Он сказал, «Вместо этого говори, когда Бог поможет нам, то это будет сделано». Говори, «Когда Бог спасет моих детей, в них будет гореть огонь Божьей любви». Я закончу подготовку к этому учению, и вы услышите его. Это учение о том, как получить ответ и не потерять сплоды этого ответа. Не пропустите его. Оно выйдет очень скоро. Есть сомнения от сатаны, мы это уже рассмотрели, и также сомнения от людей. Условия от Бога, это его повеление просить и верить. Если ты просишь, и если веришь, то я исполню твою просьбу. Когда дело касается обещаний Бога, то Библия говорит, «Навейки, Господи, слово Твое утверждено на небе». Держитесь за этот стих и помните, в Божьем плане нет никаких «если». Абсолютно никаких. Обратите внимание на мои слова. У меня ушел целый год, чтобы составить план из 80 страниц. Благодаря плану вы увидите одну из самых больших серий в истории служения. Я использовал все, что я изучил об Антихристе. Я составил восьмичасовое учение. Да, это очень много, но оно того стоит. Дамы и господа, оно подойдет не только для личного, но и для группового изучения. Это учение написано простым языком, и в нем очень много данных. Это новое учение, которое мы никогда не рекламировали в рамках передачи. А я напомню, что когда в Ветхом Завете ангелы приходили к людям, то это происходило всегда по-разному. Они приходили во сне или в видении. Они могли выглядеть как духовные существа или как обычные люди. Пожалуйста, не выключайте свой телевизор, смотрите рекламу внимательно и закажите набор из дисков прямо сейчас. Доступны уже сейчас серия новейших проповедей на DVD «Антихрист, его конфедерация и последняя восьмая мировая империя». Восемь часов совершенно новых изучений и откровений ждут вас. Мы детально рассмотрим, какой будет империя, которая в будущем захватит весь мир. В этом изучении будет раскрыта последняя тайна Антихриста. Пастор Перри расскажет о корнях теории об Антихристе в Писании, о том, что пророки, Христос и апостолы говорили по этой теме, а также об учениях ранних отцов церкви и об исторических личностях, которых принимали за Антихриста. Вы узнаете основное пророчество о царстве Антихриста и его десяти царях, о роли ислама в будущей восьмой империи. Будет раскрыто место, откуда произойдет Антихрист, где он будет править и что будет делать. Мы детально рассмотрим, что такое знак зверя и как он установит контроль над мировой экономикой. Также вам станут доступны многие пророчества, которые раньше редко упоминались. Это изучение ответит на многие ваши вопросы. Оно включает в себя изучение слова, исторических фактов и пророчества из Нового и Ветхого Заветов. На этих четырех DVD-дисках записано около восьми часов изучения с многочисленными наглядными материалами. Набор из четырех DVD-дисков можно приобрести за пожертвование от 65 долларов. Чтобы сделать заказ, посетите наш сайт или позвоните по телефону на экране. А также вы можете написать нам по адресу, который сейчас вы видите на своих экранах. В наше время, когда мы видим исполнение библейских пророчеств о последних днях, эти проповеди актуальны как никогда. Вы можете поделиться этой информацией со своими близкими. У меня нет слов, чтобы подчеркнуть важность этого комплекта. Восемь часов учения. Это свежее предложение. У меня ушел месяц на исследование темы. Если быть точным, у меня ушли годы на изучение темы и месяц на монтаж. Проект похож на документальный фильм. И вы получите ответы на вопросы. Сегодня мы слышим много противоречивых мнений. Закажите комплект. Используйте шанс и закажите диски для вас и для семьи. Для семейного изучения Писания. Один из служителей сказал, «Я верю, что Антихрист уже действует». Я тоже в это верю. Тем не менее, я не пытаюсь со стопроцентной уверенностью утверждать, что это так. Но я верю, что мы с вами живем в последние дни. В любом случае, уделите время и сделайте заказ. К несчастью, эпидемия ковида изменила график поезда к нашего служения. Я написал четыре книги. Мы до сих пор трудимся над особым проектом, не покладая рук. Эти книги будут напечатаны примерно через несколько недель. Мы собираемся напечатать новую пророческую книгу об апокалиптической перезагрузке в Соединенных Штатах Америки. Почему я люблю книги? Вы получаете учения из точки, куда вы не можете приехать. У некоторых из наших пожилых телезрителей нет электронных устройств, но они читают печатные книги. Читайте книги, и вы узнаете много полезного. Знания отличаются от информации. Они изменяют жизнь. Итак, в будущем мы представим вам эти книги. Спасибо тем, кто приедет на пророческий саммит в июне. Места заняты, но не всем. Сотрудники служения внесут ваше имя в список ожидания. Также продолжается регистрация на летний фестиваль «Воин», где будет много молодежи. Юноши и девушки, приезжайте на это большое событие, которое пройдет с 9 по 11 июля. Регистрации еще продолжаются. В начале лета мы откроем регистрацию служений в нашем лагере. Туда приедут Томми Бейтс, Дженсен Франклин и Джон Киллпатрик. В октябре будет много мероприятий. Если вы не знакомы с расписанием поездок, то, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Иногда я бронирую место, куда я приезжаю уже через неделю или через две. Вы не узнаете это по ТВ. Итак, я приеду в Аляску в июне месяце. Далее мы вернемся в Техас, потом мы приедем в Луисвилл, в Кентукки, мы приедем в Западную Вирджинию. Мы не назначили дату, но скоро мы сделаем это. Мы вернемся во многие города. Друзья, мы увидимся с вами на этих конференциях, поэтому, пожалуйста, следите за нашим расписанием. До новых встреч и благословений! Перри Стоун приглашает вас на международный пророческий саммит с 24 по 27 июня в здании Центра Омега в Кливленде, штат Теннесси. Билл Клауд, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс, Перри Стоун. Количество мест ограничено. Регистрируйтесь сегодня. Больше информации на нашем сайте perrystone.org. Не упустите возможность стать участником самого важного служения 2021 года.